Я научился ездить на велосипеде достаточно поздно, в свои 34, но с того момента очень их полюбил. Правда, в ближайшую весну и лето у меня будет транспортная обновка совершенно другого уровня. У меня будет электровелосипед, складной, вот такой. Вы также можете получить такой совершенно бесплатно, а также складные детские электросамокаты Icon Beat Kick Scooter Unicorn. Торопитесь, розыгрыш в мае, надо просто перейти по ссылкам в описании к этому видео. А вы модный. На такой работе сложно стать алкоголиком? Можно. Дедушка поимет такую толпу-то? Евгений, давайте, привезем. Миллион долларов. Наркота? Нет. Скажите мне, вот сколько один лев стоит, вот сколько одного льва в леях поставить вот такого? С цыганями очень трудно. А вы, а вы тоже за Путину? Россия это наш дом. А обои где берете, где красивые? Я бы. Стоп, а мою сторону можно яблоку? О, отлично. А можно мне погадать? Это дребедель, можно сказать. Если надо будет поднять вопрос, мы поднимем вопрос. Здоровые ходили посмотреть. Мать, я ничего не понял. Давай, Даша, давай, полюби, что у меня. Самый заразный. А так же мелко отбун-то. Да не, в принципе, нормально, Бог. Да, вон, а я лучше у вас. Всем привет на этом канале нерекомендованным ютубом. Судя по моему внешнему виду, сегодня понятно, что мы отправляемся к цыганам. А, впрочем, не могу сказать, что в остальные дни он как-то отличается. Ну, к цыганам так к цыганам. Сказал мне на собеседование молдавский пограничник и поставил штамп о въезде в страну. Что же, мы в городе Сороке, столице Цыганской Народной Республики. И я думаю, с каким кольцом я готов остаться сегодня. Все серебро, да? Да. Какая мне больше нравится? Хочешь одну на память оставить? В этот раз со мной была группа фототур. Люди у нас разные, из Украины, из России, из Швеции. А поскольку все участники, ну, кроме меня, в цыганском поселке были впервые, то я решил немножко, немножко постращать их. Такой замечательный лайфхак я провел. Сказал, отложите какую-нибудь мелкую купюру, 50 лень, 200 российских рублей в отдельный карман. Потому что, мало ли, зная то место и обитателей того места, куда мы идем. Да дело не в металле, а в красоте и в уважении. Главное уважение. Потому что, знаешь, земля круглая, человек черный. Всегда встречаешь. Из центра молдавских сорок цыганам надо подняться. Они живут на цыганской горке. То есть, цитата, из Кровостока цыгане насыпали горку, имеет здесь буквальное значение. Приближение к ней вы поймете по надвигающимся на вас дворцам. Давай, расскажи-ка нам. Как это пришло в голову? Ну, как? С какого театра это? В Москве большой театр. Логично. У нас всегда мерились дома. И у кого тут самый крутой дом на районе? Ну, на районе понравится. Центральная, первая улица в центральной. Да, уходит, там много домов. Там очень огромный дом есть. Вам понравится. Вот этот вот Миха в прошлом году отжал у меня одно кольцо с пальца. Этим событием он навсегда вписал себя в историю этого канала. Миху даже хотелось найти. И я начал показывать его на скриншоте телефона местном. А что, плохой человек? Ну, как плохой? Ленивый человек. Чего? Ты молочек, молочек. У меня есть традиция. Делать свой портрет, этакое сюжетное селфи. В том отеле, в котором я останавливаюсь. Самые крутые и необычные места, смотрите. Это бани в Южной Корее. Да, здесь можно ночевать. Это соляной отель в Боливии. Реально все из соли. Вот у беременных вот так заходит. Традиционная касса-партикуляр на Кубе. Иранский караван-сарай. Да, и в таких местах тоже можно заселиться. Дико аутентичный советский отель в той же самой Молдове. И масса других приличных и не очень приличных мест для ночлега. Но даже самые простенькие из них, при наличии выдумки и фантазии, передают дух и атмосферу города. Благо теперь большой выбор отелей открывается для меня с помощью сервиса Островок. С его миллионом вариантов размещений по всему миру. Я смотрю фотографии и заранее прикидываю, как это можно снять. Во-вторых, проблемы, возникающие при заселении, ну или при выборе отеля, решаются службой поддержки 24 часа 7 дней в неделю. Это бывает редко, но тем не менее. Ну и в-третьих, конкурентные цены. Для меня этот вопрос стоит во главе всего. А в виде этих фотографий мне всегда есть что добавить в отзывы на сайте. Да, и теперь у меня еще есть промокод. Промокод Планетка. Скидка в 5% при оплате в мобильном приложении или на сайте. Кстати, промокод действует только до 30 апреля. Предварительно в сообществе канала я спросил, какие бы вопросы вы задали цыганам? Что вам интересно? Наша рубрика «Задай умные вопросы», «Получи цыганские ответы». Конечно, цыгане что ли? Пацаны, вы дико крутые. Приветствую. Всего наилучшего вам. Как эти ребята выбирают все шмотки? Это в основном фильмы, все вот это смотрим. Западные, турецкие фильмы, сериалы. А есть ли на самом деле цыганская магия экстрасенсорика? Ну смотрите, есть разные цыгане. Представляете, где они живут, чем они занимаются. Мы примерно не занимаемся, вообще никаких связей с ними не имеем. Никто что гадает, они обманывают людей в целях своей нажимы. Квартиры там заходят в квартиру и воруют. Мы нет. У нас примерно уже почти никто не гадает, потому что из-за этих вот стереотипов уже никто не ходит. У нас это никто вас не обворует, никто вас в вашу квартиру не знает, потому что квартира далеко. С середины. Да. Ну я подарок будешь получать. И ты счастливый мужчина. Твоя счастье на деньги. Скорую деньги маешь, скоро пускаешь. А первую любовь, которую ты любила первый раз, ты ее потерял. А сейчас, что ты маешь любовь, ты ей не доверяешь, она тебя не доверяет. Ага, есть такое, да. Вот ты хороший на друзья, а друзья на тебе нехорошие. Яму копает. Про твою работу, а ты будешь побище, будешь постарше. С чем ты думаешь, с чем ты хочешь, выиграешь. А эта дама тебе, твоя дама христовая такая. Она еще один раз. Мать, я ничего не понял. Давай так, давай, по любви, что у меня? У тебя по-любов. Это вот сейчас последняя женщина в моей жизни. Христовая. Мам. Нормально, нормально. Раскользясь дома, получишь большой подарок. Астерегись, а вот это такой, черный мужчина, он тебя яму копает, а ты с ними не выпивай. Вот 10 часов, 12 часов, под 12 часов, чтобы ты был дома. Это кто, подожди, это кто? Дама такая. Это не моя жена сейчас? Нет. Дай бы, чтобы ты был здоровый. Спасибо, мать. Ребята, часто сбывается? Часто. Сейчас покажем ребятам чудо-дом, который нам показывали в том году. Здравствуйте. Двор, вас можно показать? А как же, а как же? Снимай меня тоже, чтобы остановить. Вас-то всегда. Понеси вам побольше. Да, понесите. Да. Вот здесь еще машина есть. Там еще бассейн. Сами откуда? Украина. Украина, Россия. Наши человеки. А что, нравится у цыганам Сталин? Почему? Были законы, были журовы, хороши. Дай немножко деньги, ты снимай. А это потемки, потемки. Куда вы голове облюделю? Александр. А цар Николай, это другой. Это и Александра, я знаю. Это Александр, да. А Николай, это ее церковь. Александр Третий. Александр Первый, отец его. Александр Первый с Наполеоном воевал. А, это Александр Третий. А, это Александр Третий, да, правильно, молодец. Ты издай, яблоки, яблоки. Берите. Снимай, снимай. Снимай. Следить за спорами цыганок о родословной Романовых, это прекрасно. Вот лев, лев держит дома, русская печень. Вот живем так. Здесь так беседка, качель, виденьки, сюда, качель. Вот только у нас деньги не дают, пенсия. Дают 300 рублей пенсия. Как жить? Как жить? Ходит такая по дворцу с прочитаниями. Как жить? Раньше гадали, раньше просили. А сейчас что, гадать можно вам? Можем. Да, вот. Только некому получается. Нет, некому получается на блог гадать. Вот такой погреб сюда, сюда такой, ну пустой. Вот этот дом меня прабабушка дал. Прабабушка дал дом. Я не строила. Просто так дали нам. Сколько у вас здесь живет человек? Это два семена. Там четыре дети. Вот так живем, крутимся, не украдем, не продаем, ничего. А так живем, как Бог дает. Да нет, в принципе, нормально Бог дает. Да, да, такой дом меня бабушка дала, но нечем греть его. 50 лей взяла у меня за этот обзор. И я, главное, вот как-то заплатил. А на дровах нету как. Вот такой маленький дом, котельника, тут диванчик. И живем как стариковые. А в остальной части кто? А там нет, там не кончено. Баба так делала, не кончено. И мы не можем кончить. В браке с другими национальностями. Можешь ли ты, например, жениться на... Единичные. То есть ты только цыганка. Да, да. Мои дети канун взят, взят. Наш парень, саморой. То есть у вас дети в школу ходят? Как? Вот, они ходят, ну там, русский язык, язык цыганский в школе проходит? Сейчас обучали Библии цыганской делать. Делали уже библейское, православное. Зимой все уезжаем в Россию, нажимают. Больше всего едет беженцы. В Германию, в Бургарию, туда ехать. Не остались никто. Все въедут, дома остались. А вот те, кто в Европу уезжают, что они там делают? Чем занимают? Моют посуду, в месяц получают 50 евро. Ну там какое-нибудь еще пособие, да, государство есть? Есть, пересели от дома. Здрасте, здрасте. Ну и что? Здрасте. Давайте нас просим, устали вас. Прекрасно, дай бог вам здоровья. Спасибо. И здоровые ходили посмотреть. И тут на меня напал человек с резкой критикой барона. Деньги он не дает никому ничего. Барон? Да, лучше не... Хорошо, ладно. Звук. Я так скажу, то, что есть на самом деле. Все деньги, которые забирают, Евросоюз, который отдают деньги, вот пенсионер, а он манит сюда. Тебе дали кто-то что-то? Нет, нет, нет. Вот видите, и не только она. Всех обманывают. И давай дадут. Он тебе даст за пять лет хоть килограмм сахара? Нет. Деньги он тебе дал? Нет. Значит, все деньги, которые он забирает, вот этот бородатый, который... Он думает, что если он вас кормит, он вас там что-то это самое делает, значит, он тут король. Он тут шесть только натурально, он никому ничего не дает. Евросоюз, они забирают между собой. Так а вы-то чего хотите, чтобы его другой был барон? Мы хотим так, чтобы была справедливость. Ага. Если деньги распределяет Евросоюз, значит, эти деньги должны между кем пойти? Вот, пенсионерам, уголь, то, что надо, то, что положено. Они что делают? Они берут все, не дают цыганам ничего, все деньги ложат себе в карман. Ага, вот эти. Вы меня поняли? Если надо будет, если надо будет поднять вопрос, мы поднимем вопрос. Цыганам, так и цыганам. Крутая цыганская музыка. Турецкие там миксы такое вот. То есть у вас все равно все идет оттуда. Ну да, больше нравится больше с востока. Давай, три самых топовых фамилии в цыганской музыке для вас. Марцакевич. Марцакевич? Да. Цыганский испанец. Наверное, нет. А она не катит. Это дребедень, можно сказать. Мы вчера ночью топили себе печки, потому что холодно. Греялись немножко. А сегодня солнце нас греет. Покажите-ка мне, как вы тут чего отстроились. И сколько у вас здесь будет жить? Вам нравится. Зачем им столько? Все в Мандалане делаем. А обои где берете такие красивые? В Ямполе. В Ямполе просто готовая рекламная интеграция. Я не знаю, мне нравится. Мне нравится. Мне вообще. Вот мне нравится все. От простыни на камине до обои. Мне вообще просто муа. Я бы себе дома такие поклеил. Если бы у меня Ямпол был, как бы высказать. Вам втык-то не сделают за то, чтобы она сюда поигласть. Нет, это что? А это те люди, которые задонатили этому каналу после минувшей серии. Просветали яблоны и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на веселкий берег на Крутой. Выходила на берег Катюша, на веселкий берег на Крутой. Молодцы. Мое вам цыганское спасибо. А этот анки-бароновец подстрек меня у дома и все не унимался. У меня все есть, мне ничего не надо. Но он обманывает стариков. Все вот это прикольно. Он обманывает стариков. Все деньги, которые выдает Ямпол Союз, они ни копейки не выдают никому. Вы как-то объединяетесь против него? А почему бы и нет? Когда вы планируете помпу? Будет совет, будет совет, будет это все. Это нехороший борося. К нему даже был бы я на вашем месте, я бы ему прямо в глаза планировал. Фулиган. Самый заразный. Все деньги за деньги. Заразы больше, чем у него нету, Сорока. Генги дают на ребенка, который дает помощь. Он возьмет. Ничего не дают, ни копейку деньги не дают. Все возьмет. Угер посылали. Это не баран. Это баран. Так и напишите. Баран. Натуральный баран в городе Сороки. Вот так и напишите. Ребята, сейчас мы попробуем цыганский самогон. Короче, здесь нам сказали, что это самый известный самогончик на этой улице. Ну, давайте, угощайте нас, скажем так прям напрямую. Обязательно. Она и сливы. Ну, так сказать, сейчас заценим местную продукцию. Так, давайте. У вас все закупают? У меня приходят, закупают. Ну, в смысле, вот вы главный производитель. Да, я производитель, да. Ну, что же, за вас. И за вас тоже. Спасибо, во-первых, что вы зашли ко мне. Вам всегда. Вот вам, да. Скажем так, мы очень часто идем на запах. А он, как бы, по профессии у вас источается, да? То есть, у нас вы главный производитель. Да, я делаю, да. Ну, попробуйте, посмотрим. Давайте. Давайте попробуйте. Это, это были овечья. Овечья. Прекратить цыганское периодическое время и сделать оседлый образ жизни. Дети живые, здоровые. И мы тоже, так, немножко. Как говорят, половина сахара, половина меда. Мы были немножко здоровы. Нет половины у цыганов. Давайте по полной, правильно, нечего его жалеть. Человек еще молодой. Чтобы было чисто, как природа. Как природа. Вот это афоризмы. Слушайте, а скажите мне, пожалуйста, вот у меня такой, чисто практический вопрос. Спроси все. А на такой работе сложно спиться или нет? Как? Спиться. Ну вот, стать алкоголиком. Можно. Ну, когда человек, главное, что он не хочет быть таким. Это да. Это главное, что человек не хочет, чтобы он был то, что не нужным никому. А это никому не нужно. Давайте. Давайте. И ни копейки не взяли. Вообще, вот им всем нужно развивать больше анималистическую тему. Какой дом вам запомнился больше всего? Если ты поставил носорога, бегемота, слона, крокодил, крокодил, да. Все вот это запоминается. А вот это все, аркадочки, вот эти все, балюстрады и прочее, ну, это как бы, это у всех тогда. Опять же, образно выражаясь, письками на этом не помиришься. Красота. Я хочу жить так, как вы. Слава богу. Скажите мне, вот сколько один лев стоит? Сколько одного льва в леях поставить вот такого? Ну, там мне обошлось 2,5 тысячи долларов. А лев для вас что символизирует? Всего власти. Да вы властный человек, я смотрю. Молодец. Ну, а что делать? 2,5 тысячи долларов за одного льва. Не понять мне этого. Никогда. Хотя... Мы идем к известному человеку в этом месте. Мы как к попугапону. Как печники к Ленину. Так, мы идем к барону. Предъявить ему ультиматум, что креслица-то шатается под ним. Братан, слушай, у меня такой вопрос. Вот тебя видел, Зен. Естественно. Вполне мог мере. Ты тубит, еще раз был в сорок. Да, я был в том году. Смотри, мы сейчас прошли, очень многие недовольны баронам. Очень многие говорят, что деньги до них не доходят, которые дает Евросоюз. Барон — очень хороший человек. Нет, некоторые не доходят, некоторые не доходят. Потому что он вроде как кладет себе это все в карман. Ну, бывает кладет, которым... Ну, с ним слишком близко с ним. От них забирает примерно. Ну, так, примерно говоря. А, про барону говорили? Значит, что он у нас? Он так, туда-сюда, короче. Его можно снять вообще? Как вы вообще его выбираете? Ну, он на барону. Его никто не выберет. А как это тогда? По сути, сейчас каждый сам за себе боролся. Как? Ну, если это уже демократия сейчас идет. Демократичный. То есть все демократичное. Каждый сам за себе. А вы модный. Я-то да. Как и твой дух. Ну, это и тоже ничего, нормально на стиле. Это тоже ничего. Здравствуйте. Мы вот туристы с разных стран. С России, с Украины, с главным. Можно поговорить у вас? С главным. Конечно. О. Баронясо. О, отлично. Можно с вами? Да можно. На зубкале плантаны. Все нас поможем. Смотрите, мы вот сейчас обошли много домов. Многие люди не под камеру говорили, что недовольны, что деньги из Евросоюза не доходят до них. То есть они, я не знаю, как эта система... Пусть проверяют, пусть идут, у них паспорта есть. Есть. Пусть идут в банки проверять. А что дают? Пусть идут. И интересуются. У них есть документы. Да, конечно. Ну, или чудо-порум. То есть смотри, я сейчас, я как бы нормально дышу. Я посредник между вами и ими. Мне вообще без разницы, кто чем, да? Ну, сейчас, вопрос. Да. Вы снимаете на камеру без разрешения. Это, во-первых, кто вам разрешил. И, во-вторых, вы задаете такие вопросы. Вы с кем разговаривали, дальше идите разговаривайте. На такие вопросы, ответов у меня никаких нет. Во-первых. А во-вторых, я ничего не знаю. В-третьих, у них есть перечисление. Пусть идут и проверяют. Все. Если на их счет поступили какие-то денежные средства. Ладно. Ишь, какая. Да просто фонд борьбы с коррупцией Навального. Короче, модная какая-то история с этими денежными распределениями от Евросоюза. Кто прав, кто виноват. Я, если честно, так и не разобрался. Эти дома были построены в 90-х годах, во времена кооперативов, во времена... Во времена марки. Да, сейчас уже это трудно, такие хоромы построить. Давай тогда, вот прямо конкретный вопрос. Мне задали очень много читателей, потому что есть в отношении стыганцев определенные стереотипы. Наркота. Нет. Сейчас поискать в карманах указанного программа, блин. Ладно, давай не будем. На самом деле, смотрите, цыгане города Сороки наркотой в жизни занимаются. Если примерно даже слух пойдет, что кто-то, кто-то, не дай бог, этим занимается, с ним будут проблемы иметь. Сначала мы с нами, потом, если не поймут, то с полицией. У нас были пять наркоманов, цыганы. Поймали, били и били, больше их нет. Почему вы будете иметь проблемы? У вас репутация? Да, в плане репутации, конечно. Потому что, когда красят народ, красят всех с одной краской. Нам этого не надо. Вся Молдавия знает, на чем мы поднялись, на чем мы живем. Прямо контрольный, прямо про коней, про коней давай. Коней, ну были кони где-то в 60-х годах, в 50-х. Потом начались машины, нафиг этот конь, если машину больше не стыд. Последний вопрос еще. Гомосексуализм есть в цыган? Не дай бог. Все, вопрос закрыт. Не дай бог. Про цыганские похороны ходит немало небылиц. Товарищ Плешко, или Плешко, родился 9 апреля 61-го года. Назвали его в честь Гагария. Ну, прям так, не задумываясь, назвали Гагария. А Гагарин полетел только через три дня. То есть чувака переименовали постфактом. Или вот на другой могиле. Виновники смерти. Указаны карты и алкоголь. Свайб, где-то депортаж. О, это что, свайба? Да, да, свайба! А скажите, вот, сколько у вас покойника держат? Нет. Сухарь из него делают? Нет, подождите. А зачем его так платить? Как так-то? На деду, деньги-то еще скажут. Слово о моей стороне есть. Можно я скажу, смотрите. У них тоже каждое слово, для них это дорого. Они вам могут ответить на ваши вопросы, но... Подожди, подожди. Я могу пойти и спросить бесплатно. Пойдите, спросите. Все, хорошо. Они шутят. Про похороны я спрошу. Похороны покойника варинует. Варинуете? Неправда, неправда, пускай они шутят. Неправда. Похоронят, как обычно, всех людей. Нет, реально, я вот читал в интернете, что месяц лежит покойник. Нет, этого нет. Во-первых, это не по-крестьянски не положено, а во-вторых, это не гигиенично. По-любому разлагается. А вот то, что покойнику в могилу кладут всякие ценные предметы, вот... Нет, не ценные предметы. Тоже нет? Ну, то есть там телевизор вот это... Нет. Одевают и все. Одевают красиво, одевают дорогой гроб. По возможности, какие родственники. Вас я прямо всегда помню. Все цыгане запутины. Все. Да-да, за Путина, да. Ну, мы же с вами. Путин это наш дом. Папа? Папа наш. А вы тоже за Путина? Где бы плохо не было, но лучше как дома нигде нету. Россия это наш дом. И как бы там плохо не было, мы говорим, что там хорошо, потому что это наш дом. Ну, так что? Народ президент за Путина, а мы что, поддерживаем? Ну, да. Украина тоже одобряем Украину, мы нравятся нам Украина. Наши соседи. Свидетели Иеговы, да? Свидетели Иеговы, да. И что, берут? Конечно. А тут же цыгане живут в основном. Все равно, есть и цыгане, которые изучают. Да? Потому что вы раньше, я ходила тоже, проповедовала с цыганями, очень трудно, очень трудно. Только то и хрестились. Остальные нет столько же лет. А чего вы снимаете надо? Да, ну тут... Как ходят цыгане? Ну... Вот как именно, как ходят цыгане? Покажите, как ходят цыгане. Вот, попозят. Ну и самый красивый дом в этом поселке, так называемый дом с куполом, псевдокапитолий, сейчас мы заценим. Расскажите, где найти дом с куполом? С куполом, вон он. Так, покажешь? Да. Вот он. Ох ты, кто там живет? Сейчас у них нету дома, они уехали. Вы все завидуете им? Нет, потому что у них крыша вот большая, вот такая там с надписью. Там по имени людей там, Сы, это Вася. Сы, это Вася? Да. Ага. Те, кто там живут? Да, да, да. И еще там, еще одна сытом, что это Самсун. Информация точная, хозяев нет дома. Можно домушничать по полной программе. Россия самая хорошая страна, правильно? Да. Цыгане подтверждают. Да, все туда подтверждают. Россия самая хорошая страна. А Украина? Украина тоже хорошая, но что случилось в данный момент, это нехорошо. А так все страны хорошие. Обломался чуть-чуть? Да, чуть-чуть. А почему уехали? Уехали на заработку. Куда? Чего хоть туда надо зарабатывать-то? Вот уже все построено. А в дом. Живи не хочу. А в дом надо. Ну. Первый этаж только. Отапливать надо. Первый, есть второй, третий. А вы чего не уезжаете тогда? Мы скоро уедем. А кто же в Россию? Конечно. Нас в очередной раз зовут в цыганский дом. Дедушка этих девочек попросил, чтобы мы зашли. А нас долго упрашивать-то не надо, ведь я понимаю. Вы тут уголовные? Да. Дедушка примет такую толпу-то? Генни, давайте, приви. Миллион долларов. Здравствуйте. 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 Заходите в дом. Здравствуйте. Заходите, пусть вы у меня были. Мы вообще в России росли, мы выросли в России, там у меня вообще. Я уже дома, уже 5 лет в Молдаве, как прожила. А так 30 лет уже я в России жила. В Казани мы были, там в Бугуме мы были. Кто самый знаменитый, кто родился в Бугуме? Бугуме? Алсу родилась в Бугуме. Да, да, я знаю. А ну-ка скажи что-нибудь по-английски. Не притесняют тебя там? Не, наоборот, уважают, видишь, она хорошая, там спокойная. Сегодня генучителька были, они подарок давали, им цветы давали сегодня. Но она жрет много. Нет. По два бата она жрет. Подставил тебя, так подставил. Вышли от цыган сытыми, живыми, напоенными. До чего все-таки прекрасные ребята, эти сорокинские ромалы. Самый лучший цыганский филиал на земле. На этом все. Ставьте лайк этой серии, ставьте дизлайк. Пишите в комментариях о своем отношении к цыганам. Любите ли вы их? Уважаете, боитесь или ненавидите? Ну и в общем прочее айнане. Оформляй подписку на этот канал. Засылай донат, если считаешь, что канал этого достоин. И тяо.